Всем привет ребята! Сегодня я попытаюсь дать ответы на ваши многочисленные вопросы, которые вы задаете в комментариях. Так что приготовьтесь к длинному нудному видео. Не обращаем внимания на шум на заднем плане, это работает водяной насос в подвале. Так у меня будет всю зиму, от этого шума никуда не деться, к нему можно только привыкнуть. Так что не обращаем внимания на этот шум. Ну и на какие вопросы я сегодня буду давать ответы. Первый самый частый вопрос. Саня, какие китайские воблера у тебя разловились, какие не разловились, какие стоит покупать, какие не стоит. Ну и тому подобные вопросы. Ну и как они себя ведут в воде. Обсудим воблера китайские. Покажу вам пару новых, которые я приобрел. Воблера вот эти очень редкие. В России у нас, ну вернее это копии на очень редкие воблера, которые у нас в России просто нереально купить. Также мы обсудим вопрос, какую покупать резину, какую брать фирму, какой размер, какой формы и какого цвета. Очень часто меня спрашивают, какой цвет, Саня, у тебя самый такой уловистый. Также меня часто спрашивают по плетенке сали, какую лучше взять китайскую плетенку, какая из них самая лучшая, какую взять толщину, ну и тому подобное. Также у меня спрашивают про катушки сали, какие брать, какие не брать, размер, модель, фирма, ну и тому подобное. Ну и еще у меня часто спрашивают, как я прикрепил свой датчик эхолота. Как видите, датчик у меня длинный, и народ интересуется, не мешает ли датчику мотор или датчик мотору, и как он себя ведет, как лучше закрепить. Вот тоже мы сегодня поговорим на эту тему, но это уже в самом конце. Начнем с китайских воблеров. Вы по моим многочисленным видео о китайских воблерах, наверное, видели, что в этом году я с Алиэкспресса заказал, ну, наверное, сотню воблеров. Время от времени я их пытаюсь разлавливать, но рука у меня не поднимается долго кидать эти китайские воблера, так как у меня, наверное, коробок пять японских, чистокровных, и китайцам я, скорее всего, уделяю очень мало времени. Ну, все же, некоторые из них мне удалось разловить, некоторые воблера постоянно работают у моих друзей, так как они кидают их чаще меня, у некоторых моих друзей не так много японцев, поэтому им приходится кидать китайцы, и китайцы у них ловят. Ну, начнем с чего. На первом месте я бы поставил вот этот вот воблерок от фирмы Bear King. Это копия на Рудру. Что я могу сказать об этом воблере? Это, ребята, абсолютная копия на Рудру. Вот здесь вот, если будет видно, такая вот надпись давленная. О чем она говорит, эта надпись? Это, ребята, использовался тот же штамп, та же форма, я не знаю, как это правильно называется, та же форма, что и льет фирма OSP. Это воблер один к одному одинаковый. Он абсолютный суспендер, точно так же, как Рудра. И, глядя, как он играет, можно сказать, что от Рудры он мало чем отличается. Ну, а вернее, различий я совершенно не нашел. Поэтому рекомендую, так сказать, к приобретению. У кого нет денег на настоящую Рудру, берите Рудру от Bear King. Не пожалеете. Нормальный воблер. Поймал он у меня всего лишь одного или двух шнурков. Ну, и настоящая Рудра у меня в этом году поймала примерно столько же, не больше. Дальше. Следующий воблер. Это копия на Megabass в антенн 110. В этом году я их купил, наверное, штук 6 или 7 копий от разных фирм, от разных производителей. Но разловить мне удалось только две копии. Это копия от фирмы Sinite. И копия от фирмы Proberos. Вот эти вот копии на Megabass в антенн 110. Поймали они у меня тоже по несколько шнурочков. Но я, как я уже сказал, ну не могу я морально себя заставить кидать эти воблера, так как у меня есть настоящие Megabass. А вот буквально на прошлой рыбалке, кто смотрел, мой друг поймал вот на этот вот воблерок от Proberos две щучки. А я на родной Megabass поймал всего лишь одну. Так что воблерки вот эти рабочие. Третий воблер, который тоже стоит купить. Это воблер тоже от компании Bear King. Это копия на Realist Jerkbait 120. Как он себя ведет? Это, ребята, медленно тонущий воблер, в отличие от реалиста Jerkbait родного. Но несмотря на то, что он тонущий, если мы делаем проводку с небольшими паузами, то он получается как бы суспендер. Ну, не стоит его сильно, вернее, не стоит на нем делать большие паузы, так как он, ну, тонущий, ребята, опустится до дна, до коряк, там и останется. Ну, у кого коряк нет, можно проводить его прям у самого дна. Тем ребятам повезло. Тоже иногда что-то ловит. И буквально вот на прошлой рыбалке у моего друга он тоже поймал щучку. Ну и последний воблер, на который я хочу обратить внимание, это вот такой вот типа Orbit 110. Это вот от этой вот китайской фирмы. Тоже воблер является абсолютной копией на родного орбита 110, тоже является абсолютным суспендером. Ну и в принципе ничем не отличается от оригинального воблера. Так что, любители орбитов, пожалуйста, вот вам абсолютная копия и по внешнему виду, и по игре. Ссылки на все это я, естественно, оставлю под видео. Дальше. Пришло мне недавно три вот таких вот интересных воблера. Вот от этой вот китайской фирмы. Это не что иное, как копия на Imakatsu Repriser 110 SP. Я изначально хотел найти в наших магазинах настоящий Imakatsu Repriser 110. Ну, как ни странно, в наших российских интернет-магазинах, а тем более в магазинах в городе, настоящего Repriser купить ну просто невозможно. Его или просто нет, или нет в наличии. И когда будет, неизвестно. Отзывы об этих воблерах очень положительные. Народ ищет, заказывает из Японии, покупает на eBay, еще там где-нибудь пытается его добыть. Ну и наши китайские товарищи сделали на него вот такую вот великолепную копию. Показать вам настоящий воблер я не могу, так как я уже сказал, что не смог его нигде добыть. А вот эти вот копии я уже успел помакать на рыбалке. И что я вам, ребята, могу сказать. Разловить я их еще не разловил. Но это воблер очень медленно тонущий. Можно сказать, суспендер. Если не делать пауз там по 5-10 секунд, это, ребята, можно сказать, суспендер. Очень у него такая веселая, энергичная игра. И я думаю, в ближайшее время он реально что-то поймает. И вот это, скорее всего, единственный китаец, который на последнее... Вернее, в последнее время меня сильно заинтересовал. Игра просто обалденная, ребята. Так что этот еще неизвестно. Будем разлавливать. Но надежды на него очень большие. Тоже ссылочку оставлю под видео. Купил я их три штуки. Два у меня вот лежат пока дома. Один в коробке в сумке. Так, с воблерами разобрались. Теперь давайте поговорим о силиконовых приманках. Как вы видели, ну, если кто-то смотрит эти видео, так как я наблюдаю в последнее время что-то, какой-то сильный спад в просмотрах, выкладываешь какую-нибудь болтовню, народ смотрит. Выкладываешь рыбалку, стараешься на рыбалке, там, мерзнешь, снимаешь, дождь, ветер, снег, выкладываешь видео, ну, интерес какой-то в последнее время к рыбалкам минимальный. Мне уже начинает казаться, что диванных рыбаков сейчас развелось намного больше, чем настоящих. Ну, и тому доказательству комментарии, ребята. Ладно, начнем с чего. Последнее время я ловлю практически в 90% на джик. И только когда на джик перестает клевать, или совсем не клюет, я уже перехожу на воблеры. Поэтому для ловли судака у меня уже сложились какие-то впечатления, какое-то мнение, какая резина нашему судаку больше всего нравится. Но я имею в виду свой регион, наше Десногорское водохранилище. В других местах я не бываю, не имею такой возможности. Имеется в виду финансовый, чтобы ехать куда-то далеко половить. Так что самое ближнее, что у меня есть, это Десногорск в 150 километрах от дома. Так вот, на всех последних рыбалках бьет все рекорды вот эта вот резина от китайской фирмы. Вот так вот называется китайская фирма. Думаю, видно. И что это за резина? Резина это копия на Кейтек, или Кейтэйч, как правильно его называть, я не знаю, все его называют по-разному. Это копия на Кейтек Изишайнах, сотого размера, то есть 4 дюймовик. Вот такой вот интересный цвет. Смотришь с одной стороны, он как бы такой зеленый. Смотришь на просвет, он коричневый. Цвет такой, ну, народ говорит, это отработанное машинное масло. Этот цвет многие любят. И вот он последнее время у меня выстреливает на каждой рыбалке. Буквально почти все судаки, которых я поймал за последних 4 рыбалки, были пойманы именно вот на эту вот модную резинку из Китая. Ну, я их уже показывал в своих видео, но так как их смотрят не очень, продолжают меня спрашивать в комментариях, какой взять цвет, какую форму, какой размер. Вот вам, ребята, ходовой цвет, ходовой размер, ходовая форма. Летом работали резинки вот этой фирмы. Ну, точно такой же формы, разных цветов работали, но размер был чуть поменьше. Это 75-й, 90-й размер работали летом. Сейчас они как бы хуже начали работать. Судачку нравится 100-й размер. И вот еще я для себя в этом сезоне открыл вот такие вот резинки от фирмы Шакалы. Тоже зеленые на вид и коричневые, если смотреть на просвет. Так называемое отработанное машинное масло. Ну, как вы видите, цена на эти резинки негуманная. 425 рублей вот за эту вот пачечку, в которой 5, 6, 7 резиночек. 425 рублей. 3,8 дюйма. Сейчас я достану одну резиночку, покажу вам, как они выглядят. тоже очень неплохо выстрелили. У меня и щучку я на них ловил, и судачка я на них ловил, и окуня ловил. Короче, всем нравится. Цвет я покупал только вот именно такой. Хотел купить еще другого цвета, но раз клюет на этот, другой не стал. Нет у меня лишних 425 рублей для экспериментов. Раз клюет, покупаю вот этот вот цвет. Покупаю по одной пачечке, кончается, покупаю еще пачечку. Отрываю я, ребята, очень много на рыбалках. У меня, если я на рыбалке не оторвал 5, 6, 7 приманок, значит рыбалки не было. А так иногда бывает до 10 обрывов за рыбалку. Поэтому вот у меня спрашивали, зачем тебе, Саня, столько нужно поводков? А вы сами посчитайте, зачем. Если я за рыбалку 5-7 раз отрываю, а рыбалок у меня 100 в год. Примерно. Сколько это будет поводков? 500-700 поводков в год. А кому-то хватает 5 поводков, как пишут в комментариях. О чем это говорит? Или у людей нет коряк, или люди не ходят на рыбалку. Это просто диванные рыбаки, которым хватает 5 поводков на год. Мне 5 поводков может не хватить на одну рыбалку. Но это я так отступление сделал. Что еще какие? Ну вот у меня новенькие резинки появились. Поймать я на них не успел. Это твистера. Тоже рабочий цвет и очень интересная форма. Купил я их чисто вот из-за этой вот интересной формы. побывали побывали они у меня всего лишь на одной рыбалке. Поймать я на них не успел. Но они очень интересно играют. Думаю нашему судачку и окуню должны очень даже понравиться. Очень такая живая игра. Очень такая скоростная. ну все как любит наш судачок. Ну и цвет тоже подходящий. Вот так вот выглядит палк пачка. Ссылочки оставлю. Так ребята с этим разобрались. Теперь подходим к самому наболевшему вопросу. Это плетенка. Что я вам могу сказать по поводу плетенки. За последних 2-3 года я наверное попробовал больше 15 плетенок с Алиэкспресса. Некоторые мне более-менее понравились. Некоторые сначала понравились потом разонравились. Некоторые были хорошие на вид но слабые на деле. Короче ловить на китайскую плетенку можно но если вам 5 поводков хватает на год то смело ловите на китайскую плетенку так как судя по количеству ваших рыбалок другой плетенки вам в принципе и не надо. А тем ребятам кто ходит на рыбалку часто там 3-4 раза в неделю то вот я вам советую первое что я вам советую это плетенка UGK как вы видите сейчас она у меня стоит абсолютно на всех катушках я и ловлю уже весь сезон я ловлю на UGK плетенку да плетенка не самая дешевая стоит 2000 моток ну 150 метров там кажется полторы тысячи стоит или 1600 продается на Алиэкспресс в наших российских магазинах эту плетенку можно найти за 2800 за 3200 рублей дешевле я в российских магазинах не встречал поэтому я ее покупаю на Алиэкспресс какую толщину я вам советую а советую я вам ребята если вы ловите на воблера вот такого размера на джик до 30 с небольшим грамм то советую 1.2 полтора по японской классификации вот видите тут написано полторашечка 30 либров или 1.2 если веса полегче если вы ловите на веса до 20 грамм то вам хватит плетеночки единицы и даже 0.8 сейчас уже услышу вернее я уже слышу комментарии под видео о плетенка 0.8 0.8 ребята это не толщина это так сказать классификация 0.8 ребята по толщине примерно 0.16 миллиметра 0.8 это японская классификация и полтора это тоже японская классификация вот таблица сзади а то каждый день в комментариях встречаю один и тот же комментарий можно так сказать о плетенка 0.8 0.6 нифига себе канат так что ребята это японская классификация и вот совсем недавно мне пришла вот такая плетенка это плетеночка от Каст Кинг восьмижилочка и сейчас я вам объясню почему я ее взял а это ребята мне еще на картинке на Алиэкспрессе показалось что эта плетенка точная копия ЮДЖИКЕЯ ЮДЖИКЕЯ на вид точно такая же и я ради интереса решил себе ее заказать это тоже полторашка тоже как видите 30 либров и сейчас ради интереса достану ЮДЖИКЕЙСКУ плетенку и покажу вам как выглядит ЮДЖИКЕЙ вот ребята ЮДЖИКЕЙ полтораха вот ребята Каст Кинг полтораха а вот ребята они вместе друг напротив друга так тут в начале некрашенный момент показываю сможете вы отличить где ЮДЖИКЕЙ где Каст Кинг нет ребята это абсолютно две одинаковых плетенки и Каст Кинговская плетенка чуть чуть дешевле ЮДЖИКЕЙ вот тут вот ребята подумайте кому что или родной японец это ЮДЖИКЕЙ или Каст Кинг китаец на вид совершенно одинаковый именно по этой причине я и взял эту плетенку тоже размеры совпадают с японской классификацией только как вы видите МАДА ИНЧИНА так с плетенками разобрались теперь поговорим о катушках постоянно одни и те же вопросы стоит ли брать Сахару стоит ли брать УЛЬТЕГРУ отличаются ли они от тех катушек которые продаются в Японии и в наших российских магазинах вот ребята Сахара вот ребята УЛЬТЕГРА и вот еще моя любимая Дайва КАЛДИЯ что я вам могу сказать все вот эти три катушки абсолютно годные и замечательные катушки самая дешевая из них Сахара и я ей отловил ну рыбалок наверное 15-20 ничего с ней не случилось не скинуло ни одной петли все было замечательно никаких претензий к этой катушке нет это вот как раз тот самый самый дешевый вариант который я вам могу предложить к покупке кто вот жалеет денюжку на более дорогую катушку у кого нет денюжки на более дорогую вот самый лучший вариант за свои деньги цена у нее там кажется 4000 с чем-то давно уже не смотрел сколько она стоит раньше буквально месяца два назад она стоила 4000 с чем-то тысячи рублей замечательная катушка за свои деньги Сахара отличаются ли эти катушки от тех что лежат в наших магазинах сразу однозначно скажу не не отличаются ни капельки это одни и те же катушки сделанные на одном и том же заводе просто ребята наши катушки в наших российских магазинах прошли через 49 рук и наше любимое государство с наших продавцов с каждой катушки взяло 40% за растаможку поэтому в наших российских магазинах ребята просто не могут продавать эти катушки дешевле чем они продаются им будет это просто невыгодно и естественно алиэкспресс нашим магазинам сейчас очень сильно гадит так как цены там реально в два раза ниже чем в наших магазинах товары в принципе одни и те же с одних и тех же заводов у кого денег чуть побольше чем на шиману сахару можете смело брать шиману ультеру тоже замечательная катушка с великолепной намоткой с бесконечным винтом все здесь просто замечательно катушка просто офигенная еще спрашивают а почему на алиэкспрессе передатка там не 5 к 1 как в японии продается а передатка там 6 к 1 и есть ли разница что я вам могу сказать ребята что 5 к 1 что 6 к 1 вы реально руками не почувствуете нет никакой разницы и разбирая катушки с передаткой 5 к 1 и 6 к 1 я не увидел визуального различия в шестернях зубья одинаковой величины ребята так что есть такое мнение что на катушках с высокой передаткой мелкие зубья нет ребята зубья не мелкие зубья на вид точно такие же просто скорее всего диаметр шестерни чуть побольше но на глаз этого почти даже не видно поэтому что 6 к 1 что 5 к 1 я считаю нет никакой разницы катушка отличная замечательная всем устраивает ну и теперь отвечу на еще один частый вопрос почему ты Саня не ловишь на эти катушки я я на них ребята половил понял что это отличные катушки и положил и добиваю свою дайву калдию ну скорее всего добивать я ее буду еще очень долго эта катушка у меня уже живет второй год покупал я ее в прошлом году где-то в середине лета и вот с того времени она у меня работает 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 и работает я ее и топил разбирал перемазал и она дальше работает работает и belle и работает когда ее разбирал кстати разбирал совсем недавно буквально пару недель назад думал может быть Стерлось что-нибудь, там шестерёнки уже износились, ещё что-нибудь. Нет, ребята, ничего совершенно не износилось. Ловлю я ей уже больше 100 рыбалок, дёргаю ей 130-е воблера, кидаю джик до 36 грамм, и нихрена этой катушки не делается. Она вон. Как вы видите, вращается под собственным весом. Просто идеальная катушечка на все случаи жизни. И никаких люфтов, ребята. Люфты просто ноль. Но это потому, что я их вывел шайбами. С завода люфт присутствовал, но люфт был небольшой. Но мне заняться было нечем, я все люфты свёл в ноль. Так что, вот эта катушка совершенно недавно тоже появилась на Алиэкспресс. Стоит дороже этих. Кажется, 8 тысяч её цена на Алиэкспрессе. Но если выбирать между вот этими тремя катушками, я бы, наверное, взял бы опять Дайву Калдию. Не был я в ней сильно уверен год назад. Брал, думаю, насколько хватит, настолько и хватит. Брал я её в нашем магазине, в российском. Стоила она 16 тысяч рублей. Ну и, как видите, ничего с ней за 100 рыбалок не случилось. Драл я её, как говорится, в хвост и в гриву. Пофигу. Великолепная катушка. Ну и ещё спрашивают, какой размер катушки брать. Вот для сравнения. У меня все катушки 3000 размера, если это по Шимане. И 2500, если по Дайве. Вот 2500 размер Дайвы. Вот 3000 размер по Шимана. Как вы видите, Дайвы и Шимана сейчас вот одинаковые. 2500, 3000. У меня все катушки в одном размере. На все спиннинги. И на тяжёлые, и на лёгкие. Просто на Ультралайт я беру другие катушки, которые весят. Ну, меньше весят. У меня для этого есть Шимана Ванквич. С весом 195 грамм. Ну, вроде бы, обо всём уже сегодня поговорили. А, ещё. Чтобы ваша катушка работала долго, и с ней ничего не случалось, советую прикупить вот такой вот чехольчик. Эти чехольчики продаются... Ну, наверное, только ленивая фирма не сделала вот такой вот сумочки под катушу. Выглядят они вот так, вот эти сумочки. У меня, например, вот Акватик. Очень такая добротная, надёжная сумочка, жёсткая. И в ней катушка будет у вас жить долго и счастливо. Самое главное, для чего нужна эта сумочка, это, чтобы не повредить вот этот вот буртик на катушке. Пусть у вас будет самая крутая катушка, самая дорогая, с самой лучшей намоткой плетёнки. Но если вы повредите на катушке вот этот вот буртик, то катушку можно выкинуть. Вернее, шпулю. Так как этот буртик будет драть вам плетёнку. И плетёнки вам хватит буквально на 2-3 рыбалки. Многие пишут, вот, купил такую-то плетёнку, плетёнка говно. А я, к примеру, знаю, что это за плетёнка, и что эта плетёнка не говно. Начинаю спрашивать, что у тебя за катушка. Пришли мне фотки буртика вот своего. И, как правило, вот этот буртик весь такой в зазубринах. И человек кричит, что он купил плетёнку говно. А то, что у него катушка дерёт плетёнку, а человек не понимает. Вот такое, ребята, бывает. Ну, ещё могу посоветовать мазать, вернее, брызгать плетёнку. Вот таким вот силикончиком. Или каким-нибудь другим. Я им брызгаю и зимой, и летом. И плетёнка служит дольше. Так. Вроде всё. И теперь последнее. Как я закрепил датчик эхолота своего. Как вы заметили, датчик не маленький. И если его закрепить стандартно, как вот за эти вот ухи и весь сюда, то он будет мешать мотору, а мотор будет мешать ему в обзоре. Как вы видите, я купил обычную, стандартную, магазинную струбцину. Специальный крепёж для датчиков эхолота. И датчик развернул так крепление, что вот эта вот часть у меня находится под лодкой. Под дном лодке. И наружу выступает только вот этот вот маленький кусочек. Он не мешает ни мотору. Мотор не мешает обзору датчика по бокам. Для бокового сканирования. И всё замечательно. Только при таком креплении стоит вот эти вот две гайки закручивать максимально крепко. Так как, когда вы выходите на глиссер, на датчик здесь очень большое давление воды. Так что вот эти гайки следует закрутить, так сказать, просто со всей дури, сколько есть. Ну ещё я применил маленькую хитрость. Видели, когда кто-то едет на лодке, сзади такой большой водяной петух, фонтанчик такой бьёт от крепления датчика. Вот я сзади изолентой прикрутил. Деревянный уголок. Так сказать, рассекатель для воды. И вот этот вот фонтанчик сзади за лодкой стал гораздо меньше. Естественно, он совсем не исчез, но стал в три раза меньше. Тоже неплохой совет прикрутить. Или железный, или деревянный, вот такой, как у меня, уголочек. Вот и всё, что я сегодня хотел вам рассказать. Видео, как всегда, получилось длинное, нудное. Ну, тот, кто досмотрел, наверное, получил ответы на свои вопросы. А те люди, которые смотрят на перемотки и хотят за пять секунд, чтобы им всё рассказали обо всём, тем я не буду отвечать на вопросы, на те, на которые я дал уже ответы. Так как очень часто под видео, как только вот вышло видео длинное, ты ответил там на десяток каких-то вопросов. И тебе под этим же видео зададут точно такой же вопрос, а может быть и два, и три вопроса, про которые ты говорил сорок минут. Ну, как это, ребят? Так что те люди, кто зададут точно такой же вопрос, на который я ответил, ну, в лучшем случае, я их не забаню. В лучшем случае, я просто оставлю их комментарий без внимания. Вот, ребята, позлился на вас. Всем удачи, пока.